Девушки отдыхают В теплом небе над заводом грудились густые белые дымы, медленно сваливались в сторону за Москварикой. Молодые липы вдоль улицы зеленели свежо и дерзко. Осень запаздывала. Но вот ночи дохнули обжигающим холодом, и деревья, точно факелы, зажглись текучим оранжевым огнем. Налетевший ветер изредка встряхивало их, и тогда в воздухе тихо шелестел листопад. Желтый лист, влетев в окно, скользнул покрашенным половицем и застыл в квадрате солнечного света, напоминая о золотом осеннем полдне. Перед зеркалом стоял молодой парень Антон Корнилин и с озабоченным видом примерял новую шляпу. Видеть себя в шляпе было непривычно и немного смешно. Но он надевал ее впервые. Рядом на поваленном табурете сидел его друг Гришоник Куренков, щупленький узкоплечий паренек. Ох, батюшки, да ты красивый, Антошка. Гляди-ка, а я-то считал, что ты вроде меня, вахлак-вахлаком. Подумать только, что может сделать с портретом хорошая рама. Ай-яй-яй-яй, ну теперь тебя можно выставить за стекло для обозрения. Очень интересно. Ну-ка повернись-ка. Отстань. Ну ладно, ладно, будь другом, пройдись. Тебе все равно, а мне забава. Ну-ну, ну смотри, смотри. Так, все красиво, Антоша, только узел у галстука торчит под подбородком вроде кулака. Великоват. Вот, а так, и шляпу надо вот так, на бровь. Да ладно, хватит. Ну ты смотри, долго не разгуливай. Пома Прохорович наказывал, чтобы мы за воскресенье отдохнули в досталь. Завтрашний день потянет из нас селенок, в особенности из тебя. Эх ты, да у меня ее силы-то на троих. А если разозлить, так и на пятерых наберется. Честное слово, мы такое выдадим, что все ахнут, успевая только подсчитывать. Где вы встретитесь-то? В Александровском саду. Уютное местечко. Она тебя, пожалуй, не узнает, Люсь твоя. Пойду, пройдусь пешочком. Как пешочком? А где же твои крылья? Какие крылья? А я слышал, что влюбленные на свидании на крыльях летят. Подожди, подожди, подожди. А теперь, если отгадаешь загадку, все сбудется. Говори. Сидят три кошки, против каждой кошки две кошки. Сколько всех кошек? Скорее. Три. Ты смотри, правильно. Ну можешь следовать. Адью. Куда пойдете-то на случай, если придется разыскивать? Москва большая, не найдешь. Антон миновал музей Ленина, ловко лавируя среди скатывающихся с красной площади машин, задевая полми плаща за их лакированные крылья, пересек улицу и с радостно бьющимся сердцем прошел сквозь тяжелые чугунные ворота сада. Но как только он, очутившись за оградой, взглянул в сумрачную глубину на старые липы, на запутавшиеся в ветвях крупные шары фонарей, уже налитые белым светом, на серый гранитный обелиск, на осенние цветы, его вдруг насквозь прожгла острая и беспощадная мысль. Люся не придет. Сердце его как будто на минуту остановилось. Он крепко зажмурил глаза, как от внезапной боли. Какими мерами измеряют ожидания влюбленных? Порой часы пролетают, как мгновения, иногда же минуты кажутся вечностью. Антон ждал час, может быть, два, страдая от одиночества и тоски. Потом он решительно вышел из сада, пробежал в вестибюль метро к телефону автомату. Алло! 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 Вам кого? Это Антон Корнилин. Позовите, пожалуйста, Люсю. А, здравствуйте. Я ее мама, но Люси нет дома. А где она? Мне надо ее видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Она приглашена на вечер. Вы, кажется, у мужа в цехе работаете. Да. Знаете Костю Антипова, технолога? Да-да. У него сегодня день рождения, и он по этому случаю пригласил гостей. Решение пришло сразу, непреклонное и неотвратимое. Он не отдаст Люсю, технологу Антипову, этому красавцу с вкратчивым голосом и масляными приутюженными к черепу волосами. Остановив такси, Антон назвал адрес. Антон рванул дверь и вошел. В лицо плеснулся слепящий свет. Длинный во всю комнату стол был заставлен бутылками и разной посудой с угощением. Сидевшие за столом с недоумением глядели на парня. Антон увидел здесь многих своих знакомых. Антипов встал, чтобы пойти навстречу Антону, но Люся остановила его. Это ко мне. Выйдемте на минутку. Пожалуйста. Сюда. Здесь, кажется, никого нет. Что вы от меня хотите? Почему вы не пришли? Я ждал вас два часа. А я свободный человек и поступаю так, как хочу. Не пришла, значит, не пришла. Не могла. Зачем вы меня обманули? А если задумали подшутить, так это бесчестные шутки, Люся. Слышите? Я люблю вас, Люся. Честное слово. Оставьте меня в покое. Глупо же вести себя так. Я не нуждаюсь ни в вас, ни в вашей любви. Понимаете? Прощайте. Антон повернулся и ушел. Куда он шел, он не знал. Яркое воспоминание о первой встрече с Люсией заставило горечью облиться его сердце. С Люсией Костроминой, девушкой, похожей на красивую пеструю бабочку, он познакомился во дворце культуры. Она только что окончила десятилетку и жажда веселья влекла ее всюду, где можно было развлечься, покружиться в танцы, пощебетать, посмеяться. Танцуя с ней, любуясь свежей, теплой кожей ее лица, Антон поинтересовался. Вы работаете на нашем заводе? Нет, мой папа работает. В каком цехе? В кузнице, начальником. Леонид Гордеевич Костромин. Да что же вы остановились? Танцуйте же, ну. Вы здесь часто бываете? Зимой часто. А потом к экзаменам готовилась. Не до танцев было. Одни только сдала, теперь другие вступительные надо. А в какой институт вы думаете поступать, Лиза? Не знаю. Я еще не успела подумать об этом. Институтов много, а я одна. Знаете, так хочется отдохнуть от уроков, от парта, от учителей. А вы где работаете? В кузнице, нагревальщиком у Фомы Прохотч-Паутенина. Знаете? Я ваших многих знаю. А че у вас такие странные волосы? Да ебал. Пригладьте хоть. Их нельзя пригладить, не ложатся. Почему? Шестимесячная завивка. Зачем вы это сделали? Не знаю. Дурак был, вот и сделаю. Когда вечер окончился, они вышли на улицу. Ночь была теплая, тихая, бархатная. Рассыпавшись по небу, чарующе переливались звезды. Около подъезда ее дома Антон спросил. Я еще увижу вас когда-нибудь? Конечно. Запишите мой телефон. Звоните, когда вам захочется. Я буду рада. Он ушел, унося в душе чудесный образ этой девушки и весь полный незнакомым, неиспытанным чувством. Но это было тогда. А теперь, когда случилась непоправимая, тоска, ноющая боль в груди, гнали его через весь город по мокрым, опустевшим улицам под дождем. Ему казалось, что отныне ему нет места на земле. А ведь совсем недавно перед ним открывались светлые дали, и будущее рисовалось таким радостным. Окончив ремесленное училище и овладев специальностью кузнеца, Антон получил назначение на Большой Московский завод. Володя Безводов, секретарь комсомольской организации кузнецы, провожал Антона в цех. Поработаешь пока нагревальщиком. Хорошо. Я и сам не встал за молот. Старший мастер определит тебя в бригаду. А кто старший мастер? Самылкин Василий Тимофеевич. Да вот он идет. Василий Тимофеевич! Василий Тимофеевич! Ну? Василий Тимофеевич, вот новичок, про которого я вам говорил. Этот? Ага. Ну, Антон, старайся, я пошел. Значит, работать у нас отважился. Так, дело хорошее. И давай порешим сразу. Я, гляди, парень, человек строгой. Нянчиться с тобой не буду. Поблажек от меня не жди, коли что не так, душу вытрясу. Но и ты, коли что спрашиваешь меня, требуй. Не будь тюфиком. Не люблю, понял? И замечай, кому тебя ставят к Фоме Прохоровичу Полутенину. Старайся. Он, гляди, парень, лентяев и замухрышек тоже не почитает. А кто же их почитает? Замухрышек-то, а? Ну, ладно, ну, шагай за мной. Это тебе не парк культуры, а цех настоящий, горячий. Ну, гляди, парень, не обожгись. Объятый ревущим огнем печей, Озаренный накалом металла, Антон стоял и расширенными, восхищенными глазами смотрел в глубину корпуса. Над головой, под высоким стеклянным потолком величаво разгуливали мостовые краны, двигались конвейеры, вращались огромные зубчатые колеса прессов. И над всем этим, над огнем и металлом, над оглушающими громоздкими машинами, властвовал человек. Вот это работа. Показывайте, куда встать. Фома Прокорович, вот тебе новый нагревальщик, учи его. Как зовут? Антон. Так, Антон. Гриша! Ходи сюда. Здесь я, Фома Прокорович. Знакомьтесь, ребята. Вот это мой подручный, Гришоня Куренков. А это Антон. Здоров. Привет. Ей-ей! Ты что в печь заглядываешь? А что? Ты голову, брат, туда не суй, если хочешь остаться красивым. Я вот с первоначала тоже был чернобровым, брюнетом. А стал нос часто в печь кусовать, а полил и сделался я полным блондином. Во! Видишь, башка под кепкой белой, а сам черный. Будьте, Гришоня, болтать. Почаще умывайся. А ну, подойди сюда, Антон. Запомни. Наша профессия горячая и тяжелая. Это верно. Почетная и старинная. Токарей там, фрезеровщиков, электриков, Ищи и в помине не было. А кузнецы уже стояли угорно, Стучали своими молотками, Ковали для башни лемех, Для поли брани меч. Сколько лет ей нашей профессии? Ай, может быть, тысяча, может, пять. Хе-хе-хе, поди, сосчитай. А она все такая же молодая, Все служит людям, Места своего не уступает, Обновляется с каждым годом, Новой техникой обрастает. Ты этого, брат, не забывай. Мы, рабочие люди, Основа всей жизни, Фундамент государства. Так что ли, Гришоня? Ай! А то как же, Фома Прива? О, значит, каждый кирпич В этом фундаменте должен быть Крепче стали. Понял. Ну, за дело, ребята! Без суеты, спокойно, Длинный кочергой Достал Антон заготовку из печи, Подхватил ее клещами И подал кузнецу. За ней вторую, третью. Фома Прохорыч, Наблюдавший за ним, С удовлетворением решил, Что из этого парня выйдет толк. Прошел месяц, И Антон прочно утвердился у печи, Освоился в цехе, Узнал многих кузнецов, Прессовщиков, Нагревальщиков. Потом в его жизнь Вошла Люся. На следующее утро, После размолвки с Люсей, Антон, кроме чувства тоски, Испытывал еще и жгучий стыд. Он вспомнил, Как вчера ворвался в чужую квартиру, Где сидели его же товарищи по работе, И в первый раз за все время Ему не хотелось показываться в кузнице. Настойчиво звучали в ушах резкие слова. Я не нуждаюсь ни в вас, Ни в вашей любви. Работа не ладилась, Кочерга, как назло, не слушалась, Соскальзывала с горячих заготовок, Болванка заваливалась в выщербленный печной пот. Антон, что ты работаешь, как вареный? Не руки, а крюки. Неужели нельзя ничего придумать, Чтоб полегче было? А то дергай ее, окаян. Ну вот. Вон у нас заготовка завалилась, Лежит, хоть и разорвись тут. А ведь инженерову технику в цехе тьма. Дать бы им кочергу в руки. Пускай поковыряются, Кочерга скорее заставит их пошевелить мозгами. А? Черт. Рельсы будут проложить, что ли? Загорят они, твои рельсы. Ну тогда трубы с водой. Ну а ты предложение внеси, За рационализацию премию получше. И унесу, а ты что думал? Сбега-ка за технологом, а типом. Поговорю с ним. Ну ладно, сбегаю. Эх ты. Смена кончается, А мы дневной нормы не отковали. Смотри-ка. Сам Элкин идёт. Антошка, держись. Ты гляди у меня, парень. Был ты у меня в книжечке вот где, На странице хороших. То есть на почётной. Хотел тебя на самостоятельную работу перевести, На молот поставить. А теперь вот, гляди, Вычёркиваю И заношу на страницу плохих. Всё. Я тебя, гляди, парень, больше не знаю, Не вижу. Нет у меня такого на примете. Что ты на меня уставил за своими глазищами? В это время Гришони привёл технолога Антипова, Того, который приглашал Люсю Костромину к себе на вечеринку. Курёнков рассказал мне о твоём предложении, Антон. Опоздал ты. Опоздал несколько. Пойди На молотый, где штампуют коленчатые валы. Там печи так и устроены, как ты говоришь. Почему же здесь нельзя так? Заготовка ваша коротка. Нужно слишком плотно класть трубы, Чтобы она не соскользнула. А это уменьшит нагрев печи. Так-то. Подумай о чём-нибудь другом. Всего хорошего. Да, чуть было не забыл. Зайди к Володе Безводову. Он у себя в комсомольском бюро. Хорошо, зайду. Ох ты, как он между ящиками и прессами лавирует. Точно барышня нарядная. Ну как, Антон, отхватил премию? Да иди к чёрту. Да, вот она сила. Пришёл, бросил два-три слова, И нет меня. Я перед ним вроде мальчишки или щенка какого. Этим он и люсь покорил. Их учиться надо идти, пока не поздно. Антон поднялся в комсомольское бюро. Ты что, тигром смотришь? Да был у меня сейчас этот пижон Антипов, говорили с ним. Сказал всё, что я предлагаю, давно известно. Ну и пошёл он к чёрту. А ты думал, что тебя в гениальные изобретатели сразу зачислили? Да ничего я не думал. А вот это зря. Вместе с руками заставь потрудиться и ту деталь, которая на шее сидит. Нечего её жалеть. Она не только для кудрей предназначена. Ну а от кудрей остались одни воспоминания. А на что это я тебе понадобился вдруг? Не вдруг. Я наблюдаю за тобой с первого дня твоего появления в цехе. Ну? Не нравишься ты мне всё больше и больше. Ничего тебя не трогает, кроме разве заработка. Получить побольше, нарядиться. Вот вся твоя цель в жизни. Газеты в руках не держал, книг не читаешь, чем живёшь. А работа? Какая там к чёрту работа? О работе ты сегодня думал, когда плана не выполнил? Ухажёром возомнил себя. Ты думаешь, что нужен ей, Люська Костроминой? И любовь ей твоя не нужна. И ты сам такой... Какой? Вот такой, какой ты есть. Удивляюсь я тебе. Сильный, неглупый парень. А знания у тебя, как были у ремесленника, так и остались в зачаточном состоянии. Хватит! Поговорили и будет. Своим умом проживу. Стой! Ну что? Ну что тебе от меня надо? Иди учиться. В вечернюю школу иди. Без тебя знаю, что учиться надо. Только не примут меня. Занятия давно начались. Устроим. Через парторга Ферсонова устроим. Но имей в виду, многие начинали, добросали, а я не брошу. Через несколько дней перед концом работы Гришоне известил Антона. Сегодня во дворце вечер отдыха. Пойдешь? Будет очень интересно. Там и Люсю увидишь, но, конечно, издали. Отгулялся Гришоне, прыгаясь в воз. В воз? В качестве лебедя или щуки? Выбирай лебедя. Все-таки, знаешь, заоблачные выси. В школу я поступил. Ну, знаю я вас, энтузиастов. Все храбрые поначалу, а потом в кусты. Да и Люся тебе не даст учиться. Ну, что ты? Встреть проводи. Знаешь, что, брось ты это дело. Ну, что ты мало зарабатываешь? Не в деньгах дело. Будет работа, будто деньги. Вообще, Гришоне, мелковатым мы живем. Получить побольше, да погулять обывательщина. А Люся? Люся, она, конечно, хорошая девушка. Очень. Только не нужны ей такие, как мы с тобой. В последнее время Люся Костромина поздно возвращалась домой. Вот и сегодня она вернулась в первом часу ночь. В квартире еще не спали. Отец работал у себя в кабинете, мать в халате, накинув на ноги клетчатый плед, лежала на тахте. Как ты поздно приходишь, Люся? Отец недоволен тобой. Где он? У себя работает. Я к тебе. Можно? Иди, иди. Накинь на себя плед. Ножки, ножки, заверни вот так. Обними меня. Ой, руки, как лягуша-то. Ты моя маленькая. Замерзла. Маленький ты мой. Как у нас хорошо. Тихо, тепло. А на улице такое безобразие творится. Дождя нет, а кругом лужи. Я промокла. Бедненькая ты моя. И вообще, мне сегодня грустно что-то. Где ты была? В Амхате. С Антиповым? Да. И пьеса грустная, беспросветная, три сестры. И Антипов тоже. Да что ты. Я заметила, мама, что он никогда не смеётся, а только усмехается. А того парня из кузницы, Антона, ты встречаешь? Нет. Всё полёжевый. Можете вы хоть ради оригинальности принять положение человеческое, то есть вертикальное? Ты несносный человек, Леонид. Чего ты от нас хочешь? Людмила, как дела с институтом? Никак. Ты не хочешь учиться? Нет. Работать будешь? Не буду. Что же ты собираешься делать? Не знаю. Бездильничать? Твой дед был неграмотным крестьянином. Я в город пешком пришёл в лаптях, в науку зубами вгрызался. Ну и что же? Или учись, или уходи из дома, чтобы я больше тебя не видел. Леонид, напомнись, ведь это твоя дочь. Моя? Нет, это твоя дочь. Твоё воспитание, наряды, сюсюканье. Вот до чего довели. Леонид. Что Леонид? Девчонка дома не посидит, по танцулькам порхает. Какие танцульки? Я в Амхате была, три сестры смотрела. Три сестры? Было бы, пожалуй, лучше, если бы их было три, а то вот только одна. Что ты мучаешь ребёнка? Учение от неё не уйдёт. Позор! Да пойми ты, нельзя, чтобы человек ничего не делал. В один из безветренных зимних субботних вечеров Грешоний и Володя Безводов вытащили Антона в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького на каток. Глядя на карнавальную пестроту костюмов среди розоватых сугробов снега, следя за весёлой игрой огней, Антон испытывал ни с чем не сравнимые чувства душевного восторга. ПЕСНЯ 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 Выбежав на лёд, Антон, высокий, стройный, в синим шерстяном свитере с непокрытой головой, озорно покосился на товарищей, потом внезапно рванулся и пропал в людской гуще. Володя погнался за ним, Грешония отстал. В аллее, далеко впереди Антона, мелькала красная девичья шапочка Антон понёсся за девушкой Она бежала быстро Девушка была стройной в голубом свитере и такой же юбке, опушённой белым мехом На руках нарядные в узорах варежки, за спиной развивались концы шарфа Антон почти догнал её Но в это время девушка угодила коньком в трещину и упала Антон резко затормозил, попал в ту же щель и растянулся рядом с девушкой Вскочив, он подхватил её и поставил на ноги Ничего, до свадьбы заживёт Ну, до свадьбы ещё далеко Таня Здравствуйте Здравствуйте А я думаю, что конструктор не падает Ну что ж, держите за кузнеца Положим, до кузнеца вам ещё далеко Как мне до свадьбы? А вот и вы И чего вы, чего носитесь, как борзые? Пойди, как интересно одному болтаться Ну, теперь шобу не удерёте А то не отставай Володя, я так упала, вот он помог Что помог, упас Прокатили бы разок, а? Вы здоровы, и вам всё равно сил одевать некуда А мне приятно Володь, Володь, давай прокатим её с ветерком, а? Давай Ну, держись, Гришка Погоди, погоди, ребят, погоди Таня присела на лавочку Потирая ушибельную коленку И отряхивая снег Антон, резко повернув Помчался к Тане И, подхватив её под руку Увлёк в шумный и весёлый хоровод катающихся Судьба Тани Сложилась странно Лишив её удачи и счастья в личной жизни Как иногда непонятно, почему Случается с красивыми, умными И обаятельными женщинами В годы войны Когда Таня, дочь учительницы Заканчивала десятилетку Класс шествовал над воинским госпиталем Там она познакомилась С молодым раненым лётчиком Сергеем Олениным Он завладел её девическим воображением И, окончив лечение, женился на ней Кратковременный отпуск быстро пролетел Таня проводила мужа в часть Не успев привыкнуть к нему как следует А в знойный июльский полдень Пришло извещение о гибели Сергея Оленина И осталась Таня одна Девочка-вдова Практику Таня проходила в кузнице завода А, окончив институт, стала работать в конструкторском бюро На заводе она подружилась с женой Порторга Ферсонова И часто бывала у них в гостях Там за ней начал ухаживать Иван Матвеевич Семёнов Старший конструктор Человек неистащимо внимательный Приятно услужливый Несмотря на то, что ему было под 40 лет Он оставался холостяком Таня пробежала с Антоном несколько кругов Разгорячённые быстрым бегом Она внезапно остановилась Антон взглянул в её большие тёмные глаза Со светлыми снежинками на длинных ресницах Таня улыбнулась ему и быстро покатила к раздевалке Ребята поджидали её у выхода Антон первый заметил красную шапочку Таня шла под руку Семёнову Приветливо помахав ребятам рукой Она вскочила на площадку подошедшего трамвая Семёнов, заботливо поддерживая её под руку Протиснулся вслед за ней Друзья шли по Крымскому мосту Под ногами приятно похрустывал снежок Здорово покатались Здорово Очень интересно Ну а ребят, больше я не ходок сюда Почему? Чего это? Скоро четверть кончается, поднажать надо Английское подзаврит Ха! Ишь ты, англичанин какой выискался А правду про тебя говорят Спрятался ты за спину полутенина Это ты о чём? Эх, Антон Попроси Самылкина перевести тебя на молот Чем ты не кузнец? Верно, Антон Хм, я думал об этом Тут всё трушу, боюсь чё-то А чё тут бояться? Школа от тебя не убежит Молот в школе не помеха Поговорим с мастером и всё тут Попробуем На следующее утро Когда Самылкин давал наряд полутенину К нему явились ребята Мы к вам, Василий Тимофеевич Неужели? Я, гляди, ребята, без вас и работать не могу Вот беда Мы же по делу Вот хорошо А у меня тут, стало быть, бездельников полно Мне невдомёк Мы по серьёзному вопросу к вам пришли Ну, какой вопрос говорите? Хватит мне, дядя Васил, печкой греться Переводите на молот Что? На молот? Работай, как работал Подожди, подожди, Василий Зачем мешаешь? Нехорошо это А ты что за защитник у них? Адвокат Ты, гляди, старик Я не посмотрю, что ты депутат и всё такое Я и тебе могу приказать Не вмешивайся Фу, старый дурачина Да он может выбрать профессию кузнеца пожизненно А ты ему в самом начале путь обрезаешь Они же для пользы дела стараются Сам знаю, что для пользы Я их подлецов не меньше твоего люблю Но что это такое? Чего бы они не захотели, комсомольцы То вынь да положь Ведь не просят, а требуют Слишком большую волю дали им Завидуешь ты им, что ли? Может, и завидую Нет, Фома Им молодцам легко живётся Пусть трудности преодолевают Характер закаляют Да глупость огородишь Это же реакционная идея Выучил с разным словом Да и с аришами Где ни попадя Я вот тебе всыплю за такие слова Реакционные, реакционные Ну ладно Я согласен Но, гляди, парень Взялся за гуш Не говори, что не дюж Буду требовать Не плачь Дядя Вась Он же у вас на чёрной странице числится А вы его кузнецом Логики не вижу, Василий Тимофеевич А ты молчи Молчи, Гришка Тебя, Корнилина, освобождай от работы Сроком, гляди, парень На три дня Походи по цеху, поучись И на молот Мне есть у кого поучиться Вот и Фома Прохоровича Делай, что тебе велят Антон отправился по цеху Отыскав десятка два заготовок Антон остановил старшего мастера Дядь Вась Я нашёл несколько некачественных болванок Разрешите мне обработать их Ладно, только зря не бухай Я подойду после Антон подождал, пока нагреется металл Пустил молот Вынул заготовку Аккуратно положил на штамп И нажал педаль Паковка не получилась Выкатил кочерёжки вторую Но эта деталь не вышла Достал испечь третью заготовку Опять брак Антон вытягивал новую болванку И с мольбой Отчаянием шептал Выйди, пожалуйста Хоть один раз, голубушка Но сталь мстительно кидала в лицо ему раскалённые брызги Шипела Меркла Не покорялась Антон очнулся, когда Самылкин тронул его за плечо Остановись скорее, я тебе подам и пойдём домой Поздно Гляди, парень Металл в ручьях долго не держи А то остынет Удары рассчитывай Где посильнее, где потише Прицелься и накрой Но вы, дядь Вась Делаете три удара Я видел А по технологии полагается четыре А видишь ты, какой глазастый полагается От технологии, сынок, для тебя не путай Что в ней мешает, разорвет, брось Технологию делаешь ты, кузнец И ты её меняешь Понял? Понял Ну вот, действуй Антон вдруг быстро, точно играючи Выдал поковку За ней вторую, третью Что ж ты сиротой прикидываешься Смену походил, поучился И хватит с тебя В кузнецах нужда Куда вы меня поставите? Куда поставлю, там и будешь ковать Привыкай к этому молоту, Василий Тимофеевич Честное слово Ну ладно, оставайся тут Значит так Нагревальщиком у тебя будет Илья Сарафанов Подручным возьмёшь Гришоню Прессовщицей Настю Но гляди, парень, куда встаёшь На этом молоте работал Федосеев Григорий Миронович А теперь он первый заместитель министра А? Так-то Цени Медленно и настойчиво постигал Антон Нелёгкое искусство ковки стали Мастерство давалось с трудом И это ожесточало Антон Ему не хватало суток Спал не больше пяти часов Из цеха, наскоро искупавшись Бежал в школу И там проходили часы В напряжённейшем внимании В усилии памяти Воли и духа Антон старался не думать о Люсе Чувства к ней были как бы приглушены Грохотом кузницы Вытеснены учёбы в школе А Люся в это время Жила своей нелёгкой теперь уже жизнью Конец лета принёс с собой И конец бездумному Люсиному веселью В университете на первом же экзамене по математике Она получила двойку И ей вернули документы Не снимая пальто Люся вошла в комнату Наполненную неярким Просеянным сквозь абажур Розовым светом Не приняли Так я и знала Защищала тебя Оберегала А теперь вижу, что напрасно Отец был прав Что мы скажем ему теперь? О, Господи Сколько раз я говорила тебе Сади, Слюся Учи уроки Готовься Подготовилась Боже мой За что такое наказание? Перестань, несчастная Плачем, дело не поправишь Встань Сними пальто Отец идёт Что здесь происходит? Не выдержала Что не выдержала? Экзамен в университет Не приняли её Не приняли? Прекрасно Я говорила ей Готовься Учись Не слушала Подожди, отойди Плюська Девочка моя Папа Папочка Милый Ну что? Рёвушка-коровушка Ну, может, перестанешь плакать, а? Или ещё поплачешь? Я ведь долго ждал, когда ты заплачешь А ты всё Взмеялась, всё Пела И вот, наконец Заплакала Ну, пореви, пореви ещё Ты думала, жизнь-то это Сплошной карнавал Хоровод Всё нарядно Весело Смешно Дух захватывает Нет, мартышка Карнавал-то хорош После труда Труда большого Значительного На-ка, платок Вытри глаза Теперь слёзы в сторону И давай обсудим положение Как дальше жить Не приняли, беда поправимая Что тебе делать сейчас Вот вопрос Что ты хочешь от неё Я знаю, что я хочу Дочка Ты будешь делать так, как я тебе скажу? Буду Я не слышу, погромче Буду Через несколько дней Антон Корнилин Стоя у молота Увидел, как по цеху Опасливо озираясь На грохочущие стальные махины На брызжущий металл Шла Люся Костромина В тёмном свитере С аккуратно завязанным Платочком волосами Гришоник Курёнков Сбегал куда-то на разведку И сообщил кузнецу Наш новый контролёр Очень интересно Контролёр так контролёр Пусть контролирует Поворачивайся, Илья Покажем, как могут ковать комсомольцы Даю Только успевай причесывать Антону казалось, что внимание цеха Всего завода Сосредоточено на нём И как будто всё лучшее, что имели опытные кузнецы Спокойствие и точность Полутенина Оригинальные приёмы Самылкина Соединились в нём Неузнаваемо преобразив его Когда же была исчерпана последняя минута И Антон удивительно спокойный Как будто опустошённый Снимая очки и слабо улыбаясь Сарафанова отвернулся от молота Подлетел Володя Безводов Молодец, Антон Сказать, сколько отчебучили Девятьсот тридцать штук Стало быть, на сто пятьдесят пять процентов Отмахали Понял Поздравляю Спасибо В заводской газете напечатали снимок бригады Антон выглядел растерянным Из-за плеча его высовывалась бойкая пронырливая мордочка Гришони Курёнкова Закинув клещи на плечо Сарафанов возвышался над всеми надменной и свирепой Настя крепко вцепилась в его рукав И казалась испуганной Ох, интересно Гляди-ка, Сарафанов Ты как соловей-разбойник Вот сейчас свистнешь и пойдёшь махать своей дубинкой Зато сразу видно, что кузнец А не фитюлька какая-нибудь вроде тебя А бригадир-то, бригадир-то, смотри Красную девицу изображает Скромничает Очень интересно О, Таня! А? Пойди взгляни, какой я орёл Во, гляди Ой, смешные какие Антон встретился с её глазами Большими и тёмными Последнее время Антон всё чаще и чаще встречал Таню В цехе, во дворце культуры На катке, в комсомольском бюро Она непрошенно вторгалась в его воображение Заслоняяя с собой образ другой девушки Он был почтительный робок с нею Покорно следовал её советам Смущался своей неловкости Тане больше всего нравилось в Антоне то, как он преображается Он покорял её своим неукротимым стремлением всё видеть и знать Как-то они условились пойти в музей В обширных и прохладных залах Третьяковской галереи Сквозь сероватые тени света Смотрело на Антона множество застывших глаз Пышные парчёвые и бархатные наряды Необыкновенные пейзажи Батальные действия И портреты, портреты Смотрите сюда Какая красивая Неизвестная А я её знаю Она мне известна Это вы, Тань Она очень похожа на вас Вы забыли сказать честное слово Честное слово, только вы красивее, теплее Я знаю, что это неправда, но мне всё равно приятно Можете почаще говорить, что я красивая, милая и что я вам нравлюсь Вам это приятно? Увы, как всякой женщине Здравствуйте, Татьяна Ивановна Ух, Иван Матвеевич, и вы здесь Как видите Здравствуйте Здравствуйте, товарищ Канель Татьяна Ивановна, я вам звонил Мне стало грустно, как всегда, когда я слышу по телефону не ваш голос Я начал размышлять, как Шерлок Холмс Где вы можете быть в такой серый, хоть и воскресный день? И чувство, подсказав мне пойти сюда, не обмануло меня Вы здесь, передо мной Судьба, Татьяна Ивановна Вы, видно, частый гость здесь Человеку необходима пища духовная, может быть, больше, чем кухонная Антон отошёл от них Уж не увлечены ли вы, Татьяна Ивановна, этим молодым человеком? А, это благодеяние богатого, который делится с щедростью душевной с бедным Разбирается ли кузнец в живописи? Трудно сказать, я с ним здесь в первый раз Да А я вот всё один А почему вы не женитесь, Иван Матвеевич? Трудно найти человека, которому я без опаски мог бы вручить своё сердце Просто вы трусите, сознаете Может быть, может быть и так Но храбрецов в этом деле я не поощряю И вообще, горячность и агрессия в отношениях кончаются слишком трагично В большинстве случаев для женщины А женщине мы обязаны поклоняться как непревзойдённой красоте земли Антон смотрел на какую-то картину И ничего не видел Как было хорошо пять минут назад И как тоскливо сейчас И надо же было появиться здесь этому Семёнову Однажды после смены В небольшую комнату Володи Безводова Начали сходиться члены бюро Бригадиры молодёжных бригад Все розовые, распаренные после горячего душа Здравствуйте, ребята Рассаживайтесь Здравствуйте, Таня Садитесь Так, товарищи Поступило заявление о приёме в комсомол от контролёра Людмилы Костроминой У кого есть вопросы? У меня есть вопросы Пусть она расскажет о себе Ну, стоит ли? Ведь мы её все знаем Ну, ты знаешь, а я не знаю А потом так положено Вступаешь в комсомол Рассказывай автобиографию Это традиция Люся Ну, училась в десятилетке Окончила Потом вот Поступила на завод Контролёром Осенью хотела поступить В университет Но не сдала Понятно Значит, не сдала И на этом поставила крест Так? Не поставила Учиться я буду Работать и учиться Но в другом институте В автомеханическом Заочно Есть ещё вопросы? У меня есть Давай, Дарья Почему ты раньше не вступила в комсомол? Ведь в школе, где ты училась Была, наверное, комсомольская организация А я думаю, вопрос от непосуществу Это всё равно, что спросить человека Почему он родился в тот день, в который родился А не раньше Не вступила, значит, не была подготовлена Или комсомольская организация была слабая Плохо была поставлена воспитательная работа с молодёжью Нет Комсомольская организация в нашей школе была сильная и хорошая Ну, почему не вступила? Ну, я думала Мне казалось, что вступив в комсомол Я возьму на себя обязательства Которые свяжут мою свободу И я жила так, как мне хотелось И мне казалось Что живу я по-настоящему Весело, интересно Но оказывается, жизнь-то Настоящая, большая Проходила мимо меня И я в ней не участвовала Я поняла это, когда пришла сюда В кузницу Я верю Что комсомол даст мне многое Даст силу и волю для жизни Для борьбы Ну, и я сейчас иду в комсомол С полным сознанием Пожалуйста Верьте мне, товарищи Есть предложение Рекомендовать общему собранию Принять Костромину в члены Ленинского комсомола Возражений нет? Ну, конечно Нет Нет Все Приближалась весна А с нею и экзамены в школе Сутки были уплотнены до предела Когда во дворце культуры Происходило что-нибудь Особенно интересное Антон просил Гришоню Запирать его и уносить Ключ с собой Антон беспрестанно мечтал О встрече с Таней Ему хотелось являться перед ней Всякий раз новым Более умным Начитанным Красивым Наконец экзамены были сданы И Антон, перейдя в девятый класс Почувствовал себя свободной птицей Два раза он звонил Тане Но к телефону никто не подходил Он решил поговорить с Безводовым Володя, попросить тебя хочу Ну, позвони Тане Олениной Зачем она тебе? Мне надо её увидеть Мы уговорились пойти с ней в театр Честное слово Вот она что Это что, твоё новое увлечение? Нет, Володя Это больше Жалею, что не заметил И не предотвратил раньше Этого бедствия Нет, Антон Тебе не надо её видеть Поздно Ни тебе не надо её видеть Ни ей тебя Почему? Татьяна выходит замуж за Семёнова Что? Только ты не распускай себя, слышь Поедем завтра на дачу к Алексею Кузьмичу Ферсонову Тебе полезно развеяться Там и поговорим Поедем Я заеду за тобой А если ты врёшь? Слушай, Безводов Зачем мне врать? Не верю я Нет, не верю я тебе На другой день Рано утром Володя и Антон Сойдя с электропоезда Неторопливо двигались По тропинке Вьющейся среди высоких сосен и елей На дачу К порторгу Алексею Кузьмичу Ферсонову Володя шагал впереди Нёс сумку с продуктами Антон шёл Понуро свесив голову Словно Искал чего-то на тропинке Володя отворил калитку Таня стояла на крылечке Одетая в белую кофточку И белую юбку Ты что же это? Ты нарочно меня сюда привёз? Я не пойду Я вернусь Убегу Стой Я знал, что она здесь И нарочно привёз тебя сюда Чтобы ты уразумел всё сразу И сразу отсек все концы Я не хочу, чтобы повторялась Та же история, что с Люсей Костроминой Понял? Нет Идём Таня! Таня легко сбежала с крылечкой им навстречу Она показалась Антону Недоступно красивой Как хорошо, что вы приехали День сегодня будет весёлый Что же вы такой мрачный, Антон? Выясника-то нет Весьма существенный вопрос Может быть, вы есть хотите? Сейчас придёт Алексей Кузьмич Сядем завтракать Нет, что вы Что вы Я совсем не хочу Из кухни показалась Елизавета Дмитриевна Жена Ферсонова Здравствуйте, Володя Антон Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна Вы уж нас извините У нас беспорядок Не прибрано Таня Застели стол Поприличнее будет Сейчас Появился Алексей Кузьмич В майке без рукавики О, молодцы, что приехали Хвалю за догадку Здравствуйте, Алексей Кузьмич Здравствуйте, ребятки Здравствуйте Здравствуйте В такое утро Искупаться одно удовольствие И в лес сходить неплохо Обязательно, Алексей Кузьмич Вы же за этим приехали Ну, правильно Молодцы, что приехали Верно, Антон Как хочешь Старательно закрывая калитку В сад вошёл Семёнов В белых брюках и шляпе Пиджак и свёрток Левой рукой прижимал к груди Простите меня За вторжением Ваше общество Не мог усидеть В городе В такой день И вот Воспользовавшись С твоим приглашением, Алексей Кузьмич И приглашением Елизаветы Дмитриевны Прибыл Не прогоньте Прошу вас Ну, заходи Заходи Спасибо Очень рад повидаться Ну, как здоровье Да пока он благодарил Всё в порядке Здравствуйте, Татьяна Ивановна Здравствуйте Здравствуй, Володя Здравствуйте, Володя И товарищ Корнилин здесь Вы друг без друга Ни шагу, да? Прошу вас, Иван Матвеевич Присаживайтесь Благодарю вас Антон Ревниво наблюдал за Таней Вы знаете Места красивее вашего Я не встречал Да Да Можно сказать Швейцария Взлелейный Вами сад разросся И восхваляет Труды ваших рук Изумительно Изумительно Великолепно На Волгу поезжайте Эх, какая это река Особенно по утрам Туман по ней стелится Розовый от солнца Выйдешь на берег Поглядишь вдоль реки И повеет на тебя Такая силища И хочешь совершить Что-то необыкновенное Взял бы вот этот город И перестал бы его С одного места на другое Честное слово Да что говорить Там и побольше дела делаются Под Куйбышевым Да под Сталинградом Вы так радуетесь Товарищ Корнилин Точно правительство Эти будущие электростанции Предназначают Лично для вас Вроде Ценного подарка Да И лично для меня Если хотите Не знаю как Для вас А для меня Это жизненно важно Быть может Будущие электростанции Дадут мне Лишний десяток лет жизни В Москву Будут подаваться Миллиарды киловатт Часов энергии Частью конечно попадет И к нам В наш цех И я уверен Что настанет время Когда вместо Существующих печей Поставят электрические Я и мои товарищи Не будем глотать Дым, пыль и копоть Придет очередь Молотым Их заменят Электропрессами Чистыми Бесшумными Вот почему Я радуюсь Молодец Антон Так его Пуши Чтобы пух и перья Летели Ха-ха-ха Ты не обижайся Иван Матвеевич Я не обижаюсь Он прав Мы иногда Не видим Или не хотим Видеть Какие перспективы Раскрывает перед нами Технический прогресс Как тесно Связано Улучшение жизни Каждого из нас С ростом Новой техники Мало того Мы не замечаем Как в этом самом Процессе Растем мы сами И неплохо Иногда Напомнить об этом Как говорится Стряхнуть мозги А? Как ты считаешь Иван Матвеевич? По-моему Все Совершенно очевидно А горячность Корнильна Я объясняю молодостью Радуйтесь Молодой человек Радуйтесь Сколько вам угодно Благодарю за разрешение Ну, довольно спорить Решили идти в лес Так не будем терять время С большим удовольствием Пошли Вы знаете В городе Такая духа Тища Ну, еще бы Я решил Сегодня И принять Вам будет еще Ха-ха Некоторое время Антон и Таня Двигались молча Не глядя Друг на друга Таня Изредка Нагибалась Поднимала шишку И кидала ее Намереваясь Попасть В ствол Антон Все время Собирался Заговорить О том Что его Волновало И не решался Углубившись В лес Антон и Таня Остановились Таня Вы собираетесь Выходить замуж А вам так важно Это знать Вы даже не представляете Как мне это важно Я знала Что вы спросите Об этом Ну, что же Я вам скажу Собираюсь Собираюсь Да вот Все никак Не могу решиться Откладываю Не выходите За него Таня Не выходите Почему? Не выходите Да не нравится Он мне Ну, что в нем Хорошего В этом Семенове Если мне Выходить замуж Только за того Кто понравится Вам Таня Всегда Пожалуй Останусь Вдовушкой А Иван Матвеевич Вы плохо Знаете Он очень Порядочный Человек Внимательный Добрый Я не хочу Конечно Чтобы вы Вообще Не выходили Замуж А подождали Бо Немножко Ну Год Хотя Бо Почему Год Я ждала Больше Хорошо Я подумаю Над вашим Советом И может Случиться Что Я подожду Пожалуйста Таня Подождите Если это возможно А как Я буду Работать Этот год Таня Удивленно Пожала Плечами И усмехнулась Странный Парень Порой Он большой Беспокойный Решительный Представлялся Ей Беспомощным Обиженным И ей Хотелось Погладить Его Вот И сейчас Ей Захотелось Провести Рукой По его Волосам Убрать Солба Упавшую Прядь Но Вместо Этого Она Погладила Шершавую Кору Ствола Если Солнце Светит Ярче Прежнего Манит Сердце Далью Голубой Значит Мы В саду Порою Вешенью Несу Неслучайно Милых Встретились С тобой Значит Мы В саду Порою Вешенью Неслучайно Милых Встретились С тобой С тобой Ветх 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 Солнце Садясь Косо Просвечивало Лес И стволы Сосен Казались Меднокрасными Накаленными Эпическое Спокойствие Леса Тишина Багровые Потоки Заката Ароматы Влажной Земли Все это Вливалось В душу Антона Подчеркивало Силу Его Чувств И остроту Мысли Он думал В будущем Все равно Они будут Вместе Без нее Он твердо Верил в это Не будет у него Удачи Покоя И счастья Эта новая Наступившая Для Антона Пора В его жизни Поднимала Его на крыльях И несла Вперед Неудержимо И радостно Субтитры Неугомонный характер Антона Не давал ему Покоя Антон Неустанно Находил Новое Ему пришла Мысль Удлинить Немного Заготовку И тогда Из нее Можно будет Ковать Две детали Это могло Дать Большую Экономию Стали С этим Предложением Он явился К старшему Конструктору Семенову Да Напутали вы Что-то Не совсем Понятно Что же тут Непонятно Смотрите Нет Не трудитесь Не трудитесь Дорогой Я грамотный И разберусь Сам У вас все До свидания До свидания За месяц Сколько нанесли Эпидемия Какая-то Каждый Мнит себя Великим Изобретателем И он Бросил Листок С предложением Корнилина В нижний Ящик Стола Семенов Иван Матвеич Разобрали Мое предложение Удивительный Вы человек Корнилин Неужели Только вы Один В цехе Есть и другие Кроме вас Меня интересует Мое предложение Месяц прошел Ну и что же Подали И ждите Кузницу Ведь не остановится Без вашего предложения Придет время Разберем Обсудим Дадим ответ Эх вы Жаловаться Побежал Надо Сегодня же Разобрать Его заявку Вечером Парторг Ферсонов Вызвал Семенова На заседание Бюро Где предложение Антона Корнилина Вот оно Я только что Хотел поставить Его на обсуждение Почему же Вы так долго Держали его Алексей Кузьмич Я не делаю Никому предпочтения Прошел месяц Здесь же число Написано Вот Глядите Алексей Кузьмич Неужели вы думаете Что у меня только и дело Что копаться В этих бумажонках У меня Слава богу Основной работы В отделе по горлу Да лекции На курсах мастеров Пощадите Чтобы найти Одну же мчужину Знаете Сколько надо Простите Навоза переворошить Выходит Что жемчужину Нашли И прикарманили Хорош Я попрошу Не разговаривать Со мной В таком тоне Василий Тимофеевич Я никому Этого не позволю Если мои действия Вам не нравятся Вы можете Ставить вопрос О моем Отстранении Я не слишком Держусь За этот Высокий пост Вы об этом Знаете Ладно Покажите-ка Все предложения Какие у вас есть Пожалуйста Прошу вас Думал я Что большое И горячее Дело Встряхнет вас Иван Матвеевич Собьет с вас Пыль Которой вы Покрылись От долгого Пребывания В дремоте Ошибся Раскаиваюсь Оказывается Вы можете Любое Живое Дело Похоронить Алексей Кузьмич Уверяю вас Это не больше Не меньше Как недоразумение Вот вы Выслушайте Предложения Задерживались И раньше Это было В порядке Вещей Что было Раньше То прошло И нам Не подходит Нам больше Нравится Что будет Впереди Выходит Критиковать То легче Чем создавать Ну я думаю Что вы ошибаетесь Алексей Кузьмич Вынося мне Столь жестокий Приговор Человек Явление Неразгаданное Сегодня он Один Завтра Недосягаемо Другой И рискованно Выносить о нем Окончательное решение Как бы Опять не пришлось Раскаиваться Не придется Иван Матвеич Несколько раз В бригаду Приходила Люся Костромина И проверяя Готовые Паковки Украдкой Следила за Антоном Пристальным И ожидающим Взглядом Люся не могла Дать себе Ясного отчета Что произошло Она ли Изменилась Он ли Стал Совершенно Другим Раньше Ей казалось Пожелай Она И он С готовностью Раскрыл бы Перед ней Свою душу А теперь Он и смотрит И разговаривает С ней Совсем По-иному Он казался Другим Еще и потому Что нравился Прямо в большие люди Выйдешь Поздравляю От себя Лично И от имени Нашего участка Спасибо Васильевич Иду Иду Скажите Антон Вы на заводском Собрании будете Володя Безводов Велел прийти Вам всей бригадой Сегодня будут Подводить Итоги Да буду Явимся Нам это Позарез надо После собрания На котором Бригаде Антона Была вручена Грамота Центрального Комитета Комсомола Ребята Встретились В буфете За общим Столом Другом Легче В трудный Путь Идти Тебе Поможет Он Всегда В пути Нет Друзей Надежный Нашей Молодежи Крепче Дружбы В мире Не найти Другу Можешь Ты Мечты Открыть Печаль И радость Легче С ним Делить Потому Мы Снова Повторять Готовы Без Друзей Не Прожить Юность На Подвиги Ведет Как Песня Зовет Поет Мой Хороший Друг Верный Друг Наша Дружба Наша Дружба Надежна И Крепка Тише Тише Прошу Внимания Тише 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 Поздравляю Вас Товарищи Тебя Антон Вас Илья Гришоня Настя С наступающим Для вас Новым Трудовым Годом Эх Ребята Быть Вашей Бригаде Лучшей На заводе Чует Мое Сердце А грамотой Ты гордись Антон Тебя Наградил Ею Наш Родной Комсомол Который Вывел В люди Великое Множество Таких Парней Как Ты Сколько Из них Стали Героями Настоящими Коммунистами Не счесть Поздравляю тебя С наградой Спасибо Выпьем За новый За новаторский Год Выпьем Вам хорошо Антон Никогда мне еще Не было так хорошо Как сейчас Честное слово Жаль только что Нет здесь Моего учителя Фомы Прохорча Полутенина Ему я больше всего Обязан В дверях Появилась Таня Антон Устремился к ней Таня 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 Поздравьте меня Я сегодня Выполнил свой Годовой план На полтора месяца Раньше Поздравляю Идемте Идемте Посидите с нами Пожалуйста Отпустите мои руки Я тороплю Таня Антон Недоумевал Почему Таня Ушла Что случилось И вдруг Он понял Она Приревновала Его Клюсь Возможно Ли Это Но если Ревнует Значит Любит В просторном фоэе Дворца Культуры Было Полно Народов Молодежь Праздновала Окончание Учебного Года Обильный Свет Неоновых Люстр Зеркальный Блеск Баркетных Полов Танцы Среди Мраморных Колонн Метель Конфетти В дрожащих Фиолетовых Полосах Прожекторов В распахнуты Окна Потоке Свежести Летней Ночи Все это Сливало Своедино Создавало Впечатление Всеобщего Торжества Которому Казалось Не будет Конца Антон Корнилин Увлеченный Люси В самую Гущу Танцующих Легко Вальсировал Нетерпеливо Поглядывая Поверх Голов В сторону Лестницы Ждал Тани Придерживая Длинные Зеленые Платья Люся Не отрывала От лица Антона Внимательных Глаз Антон Мне бы Хотелось С тобой Серьезно Поговорить О чем Ишь Какой хитрый Так я тебе Сразу Все и скажу Потанцуем Быть может Тогда и Поведаю Ты помнишь Этот вальс Помню Ты еще Любишь Меня Антон Не поздно Ли говорить Об этом Нет Не поздно Ведь ты Любил Меня Ты сам Мне говорил Об этом Да Любил Большая любовь Не проходит Прошла Люся Она Пронесла Тогда Много Боли Но Именно Эта Боль Заставила Меня Тогда Обозлиться На себя И это Хорошо И за Это Люся Спасибо Тогда Я была Девчонкой Ничего Не знала Не видела Таня Поднималась По белой Мраморной Лестнице Помахавая Веточкой Сирени Медленно Ступала Со ступеньки На ступеньку В предвкушении Чего-то Необычайного Что Щедро Наполнит Ее Счастье Она Представила Антону Свою руку На его плече И Сердце Ее Радостно Билось Таня Помедлила Немного Наверху Потом Вошла В толпу Антон С Люсей Стояли У окна Какая-то Девушка Пробегая Мимо Швырнула Вверх Горсть Конфетти Блески Дождем Осыпали Голову Плечи Люся Поймала Несколько Кружочков Один Приклеила К своим Губам Другой Хотела Прилепить К губам Антона Но он Мягко Перехватил Ее Руку Погладил И Опустил Если Б Антон Повернулся В этот Момент То Увидел Б Таню Которую Так Ждал Но Люся Потянул Антона Танцевать Таня Побрела По залу Вокруг Нее Мелькали Веселые Лица Ручистые Глаза Счастливые Улыбки Придя Домой В пустую Комнату Таня Засветила Настольную Лампочку Возле Пианино Прошла К окну И Толкнула Створки Рам Небо Было Безоблачным В стороне Над темным Силуэтом Купола Старой Церкви Без Креста Одиноко Сияла Голубая Звезда Отойдя От окна Таня Глубоко Вздохнула Посидела Минутку Встала Подошла К пианино И положила Руки На холодные Клавиши Не надо Строить Иллюзии Все Гораздо Проще Люся Моложе Красивей Она Первая Его Любовь Это Много Значит Ну и пусть Все проходит И это пройдет Надо Надо жить Работать Ждать 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 Войдите Иван Матвеич Что-нибудь Случилось Проходите Садитесь Благодарю Что Немного 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 сочувствие и защиту. Вот и теперь я пришёл с надеждой быть чем-нибудь полезным вам. Так будет всегда. Женщина беспреданного взгляда увядает, как цветок без влаги. Таня, глаза мои никогда не устанут смотреть на вас и восхищаться вами. Вы не будете нуждаться ни в чём. Это я вам обещаю торжественно. Я не связываю вас никакими обязательствами. Я не повезу вас в ЗАГС без вашего согласия. Нет. Я предлагаю вам пока немного. Поедемте вместе на Черноморской побережье. Отдохнём, присмотримся друг другу. И, возможно, вы привыкнете ко мне, и я стану вам необходимым. К морю я поеду одна, Иван Матвеевич. Зачем нам связывать друг друга? Таня, вам нельзя ехать одной. Вам как ребёнку нужен провожатый. Нет, я не отпущу вас одну. Я поеду с вами. Ради бога, не возражайте. Рокочущий, пенистый прибой омывал Черноморской побережье. Набегали, перебирая гальку, морские волны. Больше недели жила Таня у моря. Посвежела, похорошела, загар нежно позолотил её кожу. Каждое утро Иван Матвеевич Семёнов, весь в белом, в широкополой соломенной шляпе, с сицуем цветистым зонтиком, являлся к дверям Танины палаты и терпеливо ждал. Таня машинально складывала в сумку полотенце, книжку, купальный костюм и покидала палату. С высоты лестницы открывалась хватающая за сердце красота. Море, всегда неповторимо разное, всегда волнующее. Посмотришь на эту таинственную пустыню моря, представишь его бездонную пучину и чувствуешь себя полным ничтожеством. Так она подавляет тебя своим величием, своей грозной силой. Иван Матвеевич, милый, не надо. Ну, пожалуйста, не надо. Всё это я уже слышала от вас, да и читала где-то. Ну, почему вы так принижаете человека? Человек сам создаёт моря, значит, он не песчинка. Таня, я надеялся, что здесь среди этой роскоши и волшебства вы раскроетесь передо мной, приблизитесь, а вы всё отдаляетесь, как мираж. Правильно я говорю или это мне только кажется? Я бесконечно терпелив, Татьяна Ивановна. Я жду, когда вы подобно звезде в море упадёте на мою грудь. Извините меня, Иван Матвеевич, не могу я привыкнуть к вам и знаю, никогда не привыкну. Давайте расстанемся по-хорошему. А если вы не оставите меня, я вас возненавижу. Я не могу поверить тому, что вы сказали. Это шутка. Нет, Иван Матвеевич, это не шутка. До свидания. Таня, 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 погодите. Ну, дайте же мне прийти в себя. Таня! Таня! Тане вдруг стало легко и радостно. Хотела слететь, как птицы, выпущенные на волю. Она с разбегу бросилась в прохладные пенища и с волны. Антон Корнилин, выйдя из санатория, остановился на площадке. Он прибыл сюда вчера вечером. Над морем, кромоздясь друг на друга, заслоняя солнце, стояли тяжелые облака. Антон глядел на разметнувшийся перед ним простор без конца и края, и в груди его все подымалось торжествующе пело. На грани прибрежной полосы, среди темных волн, он различил одиноко качавшуюся голову, которая то взлетала на гребень, то пропадала. Разбежавшись, он бросился в море и поплыл. Таня, не шевелясь, лежала на волне лицом вверх, точно на лужайке. Она скорее почувствовала, чем услышала, что к ней кто-то подплывает, и перевернулась. Антон вынырнул перед ней, отбросив со лба мокрую прядь. Волна ударила Таню по лицу, и она скрылась под водой, точно боясь показать ему свою радость. Антон вытолкнул ее на поверхность. Вернемся скорее на берег. У меня ноги и руки ослабили. Я давно здесь, вон куда отнесло меня. Вы плывите прямо, а я на свое место выгребать буду. Потом я оденусь и приду к вам. Как же Семенов отпускает вас одну? Он боится далеко заплывать. Плывите же! Семенов встретил ее подозрительным и ревнивым вопросом. Так-с, свидание на волне, подальше от людей. Оригинально. Кто это был? Корнилин. Что? Корнилин? Глаза Тани возбужденно сияли сквозь мокрые ресницы. Через минуту Семенов увидел, как из-за кустов выметнулся красный в лебедях сарафан, дразняще помаячил вдали и скрылся из глаз. Антон! Да. Вот и все. А сумку и зонтик забыла. Антон и Таня молча двинулись в сторону гор, которые тянулись по краю неба, точно нарисованные лиловой тушью. Тропинка была узенькой, и Антону приходилось шагать сбоку, по откосу, по камням, но неудобства этого он даже не ощущал. Зачем вы приехали? К вам. Чтобы спросить у вас, почему вы уехали и ничего не сказали. Вы обещали не выходить замуж, а сами втихомолку укатили в свадебное путешествие. Это нечестно. Не смейте говорить со мной в таком тоне. Я замуж не вышла и не выйду. Пусть вас больше это не тревожит. Дайте честное слово. Уехала я потому, что поняла, что первая ваша любовь сильнее всего остального. Недаром же вы на вечере, если помните, не отходили от нее. Нет, говорите. Говорите, выкладывайте все сразу, чтобы не возвращаться больше к этим глупостям. А после вечера вы в течение почти целого месяца не подходили ко мне. Это тоже глупости, по-вашему? Вы прятались от меня. Я не пряталась, просто вы не хотели меня видеть. У меня же экзамены были, Таня, пощадите. Я весь наизнанку вывернулся, пока свалил их. Честное слово. В тот вечер я шел к вам за похвалой. Сдал все на отлично, переведен в десятый класс. И вдруг точно кинули меня под молот. Расплющили всего, когда сказали, что вы уехали с Семеновым. Думал, с ума сойду. Всю ночь проходил по городу. Размышлял, что делать дальше. А утром Ферсонов подсказал ехать сюда. Я взял путевку и вот приехал. Они не замечали, что пляж уже кончился. Усилившийся ветер спугнул знойную и застоялую тишину. И листья тревожно зашуршали, затрепетали. Облака, грозно потемнев, тяжко прикрыли море. Антон потянул Таню к мазкам старого причала. Они сели на темные камни и, примолкшие, околдованные, следили, как с каждой минуты все яростнее разыгрываются гроза. Вот это кузница, вот это работа. Золотые мечи куют. Обними меня, Антон. Мне холодно. Я верю тебе. Я буду помогать тебе во всем. Только чтоб ты всегда был таким, какой ты сейчас. Он взял в ладони ее лицо, освещенное синими вспышками, и целовал влажные, чудесно сияющие глаза. Гроза не унималась. Через три недели Антон получил из Москвы письмо от Володи Безводова. Танюша! Танюша, послушай, что мне Володька пишет. Да, я лучше сама. Ладно, но вслух. Я хочу слышать твой голос. Антон, дружище, здравствуй на тысячу лет. Получил твою телеграмму и спешу обнять тебя от всей души. Небось, Париж сейчас на крыльях. Таню, береги, не обижай. Другой такой тебе не сыскать в целом свете. Всем ты теперь одарен из силы и здоровьем, и любовью, и будущим. Набирайся побольше энергии. У нас все идет по-старому. Многие разъехались отдыхать. А меня Алексей Кузьмич не пускает. В цеху теперь жара покрепче вашего юга. Вместо тебя на молоте командует Илья Сарафанов. А Гришоня по-прежнему пристает к нему со своими загадками. Видеть их вместе – это забава. Комедия чистой воды. Клани Ситани. Представляю ее вид, когда ты словно с горы скатился к ее ногам. Главное же, ради чего пишу и о чем хочу тебе сказать вот что. Думай, Антошка, готовься. Вернешься, будем рекомендовать тебя в партию. Это во-первых. А во-вторых, слышал я от Алексея Кузьмича, что хотят послать тебя в Китай. В гости к китайским кузнецам. Вот, друг, приезжай. Нет, это невероятно, Таня. Или это сон, а? Разве может человек быть таким счастливым? Ведь я так задохнуться от счастья недолго, а? Ты только подумай. Мои товарищи, люди, которых я больше всего люблю и уважаю, хотят рекомендовать меня в партию. Но это не все. Ты, ты удивительная, любишь меня. Разве это не чудо? Совсем недавно, кажется, только вчера, я был мальчишкой-нагревальщиком, а теперь еду в Китай. Простой парень, кузнец, а едет в великую древнюю страну передавать опыт и учиться. Это невероятно. Честное слово. А через два дня Антон улетал на самолете в Москву, чтобы оттуда с делегацией ехать в Китай. Таня провожала его до аэропорта. Было еще рано. Из-за далеких гор взошло солнце. На огромном зеленом поле заблестели капельки росы. Тихо шагая по траве, Антон улыбнулся и спросил примолкшую жену. Таня, будешь немножко скучать обо мне, думать? Я все время буду с тобой. До свидания, Танюша. До свидания, милый. Самолет тронулся с места, вышел на стартовую дорожку, потом, разбежавшись, оторвался от земли и стал медленно подниматься. С каждой минуты удаляясь, он все уменьшался и уменьшался, будто таял в безоблачной синеве. Таня не спускала с него глаз. Счастливый путь! Счастливый путь! Счастливый путь! Продолжение следует...